Блин, ребята, это просто ахередительный пьет, ахередительнейший! Захватывать новые земли. Ну просто, как я не знаю, в каком-то фильме мистическом. Что, шестой день? Мы проснулись в деревушке в этой рыбакской, собираемся. С погодой нам сегодня опять что-то не фартит, но Гезметьево или что-то там, местный сайт погоды пишет, что к пяти часам должно распогодиться. И поэтому мы собираемся поехать в музей викингов, потому что лезть на гору в так погоду никакого смысла нет. Короче, мы тут выяснили, что все, что мы там ходим, умываемся и в туалет ходим, сливается прямо вон туда, как в поездах российских. Вот такие дела, экология, а борется за экологию жестко. А потом это все приливом уносит как бы в никуда. Ой, ничего и нет. Хорошо, что мы не искупались здесь. А вон там штука, это баня, прикиньте, бочка, короче, в ней внутри котел, туда прям закидываются дрова, все такое, и сидишь на пирсе и типа смотришь. Как красиво. Вот так выглядит, короче, парковка к музею викингов в будний день. Тут туристические автобусы, трейлеры. Ну и, соответственно, мы. Что тут у нас? Кабанчики? Так. А глаза добрые-добрые. Да? Надеюсь, ты на меня же не собралась. Здорово, сын! Здорово! Андрюха, братан, отлетел. Блин, он что сюда идет? Слушай, не подходи так близко, пожалуйста. Чувак. Вообще страшно ли оно с тобой. Пьет. Просто из-за лужи. Смотрите, как сейчас будет общаться с чайкой. Чайка прилетела, что-то покрякала им. Сидит, смотрит. Вот так, короче, выглядит жилище коммунное. Коммунный викингов. О, викинг пройдет. Викинги не здороваются. Счет, счет, пожалуйста. С вас 13 золотых. И на чай. А, тут реально столовка, короче, нужно отобедать. Так оно готовится прямо сейчас. Это, короче, такие подставки, видимо, у викингов были. Они, видишь, ножки не умели делать. Это, видимо, кинотеатр у викингов был. Митинг-рум. Чем же заняться русским в музее викингов? Конечно же, померить экспонаты. Теперь это его экипировка. Хорошее средство против скользячки. Как выглядят самые модные макосины? Вообще, самые модные. Вот так. Четенькие. Опоздали на кораблик, поэтому сейчас пойдем метать. Ножи. Вот, сейчас посмотрите, как дети метают ножи. Мастер-класс по метанию ножей от детишек. Чувствую, уже чувствую. Браво. Айк Микаэлян. Да в тебе отечет норвежская кровь. Может, двумя руками сразу? Давай. Двух рук. Ты разломал им. Разломал. Да. Один из нос. Это я буду делать с каждым, кто скажет, что в Норвегии дешево. Давай. Дашь норвегулик? Мне хватит парочек. Смотри, сколько злости вкладывают. 17 крон литр. Ооо. Короче, оказывается, викинги плавали на своих кораблях. А потом мы их тащили там, где им нравится, и делали из них жилища. Просто переворачивали. Типа, все. Грести. Нет. Нет. Мы пешком-то не ходим. А тут еще грести. Надеваем жилеты. Наконец-то, блин. Наконец-то. Так, ну все. Вот он, наш корабль. Оказывается, это не просто музей. Это реальное поселение викингов. И вот там, то здание, где мы были, это их корабль. Короче говоря, был. Вот он, наша галера. Ну что, мы отчаливаем. Отдать портовые. Что, портать. Можете начинать. Веселье начинается. Руководитель. Все хорошо. Катя, все, правильно делаешь. Занозы не занесите только там. Мы плывем куда-то туда. Захватывать новые земли. Короче, тут приехали мотоциклисты. Трушные, трушные путешественники. Сейчас посмотрим. Вон у них куча всяких флагов. Привет. Привет. Это Албания. А вот ниже. А, Албания, Македония. Албания, Монтенегра. Монтенегра, Монтенегра, Черногория. Сан-Марино. Я знаю, что это маленький. Это очень маленький. В Ватикан. В Ватикан тоже. Я не знаю. Я не знаю. А как Ватикан на мотоцикле можно проехать? А? Только просто подъехал к Ватикану. Корсика? Да,同じ. Да,同じ. Корсика. Вау, смотрите сколько Прага-Рига. Сколько крутых городов. Блин, все, ребята, я тоже хочу путешествовать по всем этим городам. Карта. Настоящая не навигатор, а настоящая трушная бумажная карта. Вот на нее бы залезть. Оттуда стопутовый вид крутой. Мы направляемся сейчас на какой-то знаменитый пляж на боку Эл. Позже скажу название. Будем залезать примерно на такую горочку. И оттуда какой-то бомбический вид. Не знаю, позволит нам облака увидеть его или нет, но жалко камера. Передает атмосферу только в хорошую погоду. Вот в такую не уверен, что она передаст красоты. Но вот это все впечатляет даже. Вон, смотрите, видно ли вам или нет. Вон там люди идут. По очень крутому склону спускаются практически по-отвесному или вниз. Так, мы приехали. И, короче, пляж называется Квалвика Бич. И он находится вот за этой горой. Вот, соответственно, нужно нам где-то час туда и херачить через горку. В общем, мы отправляемся в пеше путешествие по горам. Наконец-то, да, мы доехали. Мы снежный с коней. Как называется место? Квалвика. Квалвика. Два километра. Два километра – это же 10 минут ходьбы. Короче, поднимаемся. Уже 3 минуты. А я уже сдох. Горы красивые, скажу я вам. Очень живописненько. Вообще, на Лафатанских островах дофига. Очень много достопримечательностей и красивых мест. Но мы большинство из них проезжаем, потому что у нас ограничено время. Вот, пытаемся объехать самые красивые и знаменитые места, в общем. А так, если у вас есть неделька, то спокойно здесь можно зависнуть. Здесь рыбалка охерительная. Сейчас только ехал, видел на мосту какой-то велосипедист. Просто выловил вот такого треску. Красная рыба, на минуточку. Берите с собой спиннинг. Вот, куда мы уже залезли. Видучие. Воу, воу, воу. Смотрите, кого мы здесь можем встретить. Но мы уже подбираемся к самому верху, я надеюсь. Ну, вроде и все, верхушка горы. Посмотрим, что там за ней. Сниму, наверное, отдельное видео, что взять с собой. Может быть, шествия еще. Помимо того, что я уже ранее говорил. Но точно нужно брать дождевик. Чехол брать не обязательно, мотоциклетный. Потому что он занимает достаточно много места, а его, в принципе, даже на одного человека немного. А вот дождевик. Непромокаемые перчатки, желательно еще и бахилы на руки. Если нет бахил на руки мотоциклетных, купите обычные строительные резиновые перчатки. Ну, или сантехнические. О! Мы пришли. Началось шоу. Появляются эти знаменитые пейзажи. Вон, там уже видно кусочек пляжа. Какую-то дикую скалу слева. Дорога вся размыта. Ну, если это можно назвать дорогой, тропинка. Но не сильно скользкая. Вау, смотрите, какой мох. Не знаю, как по таким местам ходят с детьми. Вон, там, детям где-то по пять, по шесть. Может, меньше. Блин, просто такой крутой склон достаточно. Камни. Вот, вау. Ну, просто, как я не знаю, в каком-то фильме мистическом. Остров графа Монте-Кристо. Там внизу я вижу палатки. Народ там живет. Это хорошая идея. Прийти сюда с палатками и заночевать здесь. Очень красиво. Ну, не знаю, что тут можно камерой перетать. Вы просто на это посмотрите. Ёлки-палки. Блин, ребята, это просто охередительный вид. Охередительнейший. Вы просто посмотрите на это. Фу. Это просто завораживает. Какое-то дополнительное измерение блестящей скалы. Квалвика бич. Запомните, если будете в Норвегии. Квалвика бич. Еще здесь же где-то, вон там, вот на той горе, есть классный вид. Вот на это все дело. И там есть камень орешек, так называемый. Ну, в котором все фоткаются. Типа там высота. Черт возьми, тысячи километров. Вот. Ну, на самом деле там высоты нет. Просто такой ракурс. Фотошоп от природы, можно сказать. Ну, это круто. Я понимаю, почему здесь ребята с палатками стоят. Почему они сюда тащат лагерь. Ну, сто процентов они здесь еще занимаются хайкингом. Гоняют в эти все места. Потому что туда тропа идет, наверх тропа идет. Саша настоял на том, чтобы мы это засняли. Как он пьет. Как он пьет. Ооо, это же океан. Вообще, это Нордическое море. Но оно входит в какой там северный ледовитый океан. Обязательно берите сюда в Норвегию не только мото-вещи, но и обычные туристические. Желательно, кроссовки какие-нибудь. Но вот это у меня не туристические. Если сейчас пойдет дождь, то я весь промокну. Поэтому берите какие-нибудь кроссовки лучше легкие, в которых вы сможете гулять по городу. Но они будут непромокаемые. Такие есть. Вот такие штаны у меня непромокаемые, классные. Ну и есть кулька с собой. Обычная гражданская, легкая. Тоже непромокаемая. Потому что тяжелые вещи, мотокипровочные. Можно, конечно, сюда брать, но угу запарить. У вас желание пропадет ходить. Короче, мы продолжаем подъем. Виды, конечно, прекрасные. Просто вообще какие-то космические. Но там типа слишком туманно. Но это облака, по сути, вот и. Короче, дойдем мы только до озера. Короче, ребята, упилили немножко вперед. Да, да. Посижу немножечко я и пойду. Кажется, что облака сваливают. Вон уже небо чистое. Только кусочек остался затянут облаками. Поэтому есть таки смысл сходить наверх. Я не устану это снимать. Я не знаю, сколько мы там уже поднимаемся. Час, наверное. Вон, наши ребята ушли далеко. Бегом аж возвращаются. Облака уже на уровне моей головы где-то. Где-то птички чирикают. Похоже, что здесь где-то птичье гнездо. Так. Еще чуточку. Какой еще здесь запах. Травами пахнет. Горными. Бумба. Вот, смотрите, я, ребята, прям на мысе. Высота 400, наверное, 30 уже метров. Над уровнем море. Ребята, которые сейчас шли на встречу, говорят, что осталось идти минут 10. Так что где-то там уже нас ждет наша вершина. Здесь такой ветрюган уже серьезный. И холодно достаточно. О, смотри, какое облако прикольное. Облако прикольное, смотри. Тут такое дело, мы только сейчас вдруг опомнились, посмотрели на часы, а время уже половина девятого. Мы сегодня планировали доехать до самой южной точки Лафатен. Город, по-моему, он называется. Вот. И там на пароме уплыть в другой город. Ну, короче говоря, на пароме переплыть из островов на материковую часть. Ну, идти обратно минимум часа два. И, соответственно, мы будем часов в один столько мотоциклов. Плюс ехать, ну, минимум час. Двенадцать. Вот будем думать сейчас, как дойдем обратно. Что будем делать. Ёпта, 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 это что такое? Это же, блядь, обрыв. Вот, смотрите, можно и оказывается и здесь палатку ставить, спать. Где-то пойди. Где? О, охереть. Вы видите радугу? Вот, прям по курсу. Все, пятьсот шестьдесят метров. Мы это сделали. Охренеть. Ё-моё. Ну, хотя с Айпетри, знаете ли, тоже неплохой вид. Но другой. Ну, там высота, по-моему, две с лишним. Я нет. Айпетри. А то над океаном тоже? Ну, в Ялте. Время девять, да, обратно часа два идти. Короче, часов в одиннадцать мы там будем. Чтобы вы понимали, под ней пятьсот метров, как бы. Ё-моё. Сниму шапку ради такого момента. Все, радости нет предела. Мы пришли на парковку. Ё-моё. Сколько? Сколько прошло? Двадцать два сорок. Кстати, мы вещи оставляем. И экипировку прямо на мотоцикл. Ничего вообще, никуда не убираем. Даже замки не вешаем. На диск. Потому что есть мнение, что норвежцам нахрен не надо это. В общем, ей сходим конкретно. Поэтому мы решили сейчас, вот, сил нет вообще. Сейчас мы решили вскипятить водички. Проверим Jetpoil. Короче, мы думали часа за два сходить. В итоге сколько? За пять? В шесть. В радиоходы. В отец. В отец. В отец. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Рейн, короче, поворот на Рейн, откуда у нас будет паром за Будё в континентальной части Ну, кстати, мы опоздали на паром и, соответственно, завтра в 7 у нас этот паром Нам нужно сейчас где-то ночевать, мы вот думаем где Так как мы разбираемся очень долго, поэтому нужно либо поехать на какой-то вокзал, морской порт, там спать Либо, не знаю, либо расставляться палатками где-то тут неподалеку Короче, до парома у нас 6 часов и мы едем ставить куда-нибудь палатки Чтобы не стоять вот так вот просто стоять В общем, сейчас ночи, мы приехали куда-то вот с дороги кемпинг Такой, не кемпинг, стихийный Как я ездил туда? На камнях Вот, минус в том, что здесь, во-первых, камни А во-вторых, нам спать осталось часа 4 И что-то нет желания разбирать палатки, собирать Не, не кемпинг, а прям зал ожидания Поэтому вариантов несколько Так как здесь все закрыто во всех городах после там, не знаю, восьми вечера То либо прямо вот так спать на мотоцикле, либо все-таки поехать поискать Ну, здесь это поле прямо у парома? И поискать, короче говоря, открытые заведения Чтобы приехать, то же самое, что здесь палатка, только если что, руки взяли и пошли, блин